Добрый день, программа Paradox, я ведущий Степан Димура, телефон студии 6510996, код города 495. Звоните, также пишите на сайт Финам.фм. У нас сегодня в гостях Владислав Жуковский, старший экономист ИК Реком Траст и советник по экономическим вопросам Думской фракции. Название засекречено. Добрый день, Владислав. Ну вот я на самом деле почитал ваши обзоры и то, что вы пишете. У меня возник такой вопрос, вот смотрите, вы работаете экономистом в старшем, в таком уважаемой компании, а пишете не то, что пишут остальные аналитики. Ну, остальные аналитики, экономисты занимаются, так сказать, упражнениями в куни-лингвистике, скажем так. Вам вообще не страшно такие вещи писать и вашему работодателю, нести за это ответственность? Здравствуйте, Степан. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На самом деле ситуация разная, то есть есть места, где выступаешь как представитель компании, иногда как независимый экономист, какой-то эксперт, иногда выступаю как преподаватель МГИМО, эксперт МГИМО. Поэтому разные точки зрения, бывает отличная точка зрения, какие-то процессы бывают, а позиция компании, которую ты представляешь. Поэтому по-разному, смотря какие материалы, какие обзоры и такие точки зрения. Я первый раз о вас узнал, когда на сайте КПРФ прочитал один из ваших обзоров экономических. Очень так заинтересовался. Ну, у КПРФ, да, там есть определенная потребность разного рода экономистов, экспертов. Причем, в том числе и с коммунистами сотрудничают разные эксперты. Они отнюдь не являются коммунистами, ленинцами, марксистами, просто люди, которые здравомыслящие, которые, скажем, не оценивают то, что происходит в стране, прям так, на отлично, не испытывают особый энтузиазм, имеют свою позицию. И просто высказывают точку зрения вслух, которая, иногда совпадает с позицией КПРФ, иногда не совпадает, иногда другие партии интересуются, привлекают к кому-то сотрудничеству. Понятно. Ну, давайте поговорим все-таки о нашей теме. Тем у нас сегодня, на самом деле, много. Как раз по вашим, хотел бы пройтись, ну, в хорошем смысле это слово, конечно, по вашим обзорам. Ну, вот вы написали последний, это социальный тейс выступления Путина в Ростове-на-Дону, по-моему, на конференции Объединенного Народного Фронта. Вот на ваш взгляд, что такое вообще, во-первых, представляет из себя Объединенный Народный Фронт? То, что то они собираются стать партией, потом они не собираются, собираются идти на выборы, не собираются. То есть, у меня такое впечатление создалось, что сначала был создан, если я не ошибаюсь, ОНФ, потом практически под копирку с ОНФ была быстро создана, так называемая, гражданская платформа. Тоже непонятное такое образование. Ну, смотрите, гражданская платформа, значит, она работает не пассивно, а активными горожанами. ОНФ с Уралвагонзаводом, да? Но у нас еще остались пассивные горожане, жители села и жители городов, которые там, ну, сто тысяч и меньше. Вот не кажется ли вам, что все, во-первых, делается под копирку и никакой смысловой нагрузки в себе это не несет? Степан, смотрите, ну, в принципе, сказать, что смысловой нагрузки не несет мы не можем, потому что, в принципе, если кто-то зажигает звезды, значит, кому-то это нужно. И, в принципе, мы понимаем, что тот же ОНФ создавался как такой благой проект накануне президентских, думских выборов, как такая попытка привлечь именно ту часть общества, которая недовольна действиями правящей партии, да, ее еще называют партией молчаливого большинства. Вот, то есть была попытка привлечь людей простых, от села, от сахи, рабочих, Уралвагонзавода, разного рода, значит, там, региональных лидеров, значит, там, представителей культуры и прочего-прочего. В принципе, идея совершенно правильная, то есть была попытка, насколько я могу судить, в администрации президента разбавить несколько эту политическую гегемонию Единой России, показать, что они не только сотрудничают, значит, с правящей бюрократией, но и в том числе с какими-то простыми людьми от села. Но еще думают о народе, да, иногда? Ну, безусловно, под выборы вспоминать, безусловно, нужно о народе, полезно. Ну, вот выборы прошли, социальные обещания были выданы. Вот, насколько я знаю, сейчас во многих субъектах огромные дыры в бюджетах за счет выполнения социальных обещаний. Рейтинговое агентство понижает кредитные рейтинги этих субъектов. Ну, хорошо, надавали обещания, снова вот в Ростов-на-Дону, как это символично, все-таки Ростов-папа, были выданы еще одни тезисы, обещания, как мы хорошо живем и будем жить еще лучше. А у меня сразу возникает вопрос, а, собственно говоря, на какие деньги-то? Степан, смотрите, мне кажется, что деньги-то найти в России не проблема, с деньгами трудностей нет. У нас в резервах, значит, в фонде, национальном благосостоянии, в резервном фонде лежит сейчас почти 6 триллионов рублей. Всего, значит, свободные денежные ресурсы, с учетом этой кубышки, это почти 7,5 триллионов рублей. Это можно посмотреть по статистике Банка России. То есть, это те средства, которые размещены федеральным правительством, значит, в коммерческих банках, в центробанке. То есть, деньги реально есть. Беда в том, что деньги есть не благодаря каким-то заслугам финансово-экономического блока правительства, не благодаря какому-то интенсивному развитию экономики, модернизации, новации, а благодаря крайне благоприятной ценовой конъюнктуре на мировых, значит, варно-сырьевых рынках, благодаря притоку нефтедолларов, ну и, собственно говоря, благодаря тем займам, которые делает Минфин на внутреннем и на внешнем рынках, несмотря на профицитный по своей сути и консолидированный бюджет, и федеральный бюджет. Это вообще отдельная тема. Зачем в условиях, когда без дела лежит 7 триллионов рублей, когда у нас консолидированный бюджет сводится уже несколько лет подряд с профицитом, тем не менее Минфин только в 2011 году занял больше триллиона 200 миллиардов рублей, потом еще в 2012 году занял 550 миллиардов рублей на внутреннем рынке. И, то есть, получается, что одной рукой они занимают подставку где-то примерно в 6-7% в рублях, а размечают эти ресурсы в иностранной валюте, в том числе, потом вкладывают их в резервный фонд, в ФНБ, и вводят за рубеж. То есть, это какой-то такой интересный подход к финансовой политике. Это, знаете, такой в чем-то, с моей точки зрения, конечно, мисменеджмент. Эту позицию не поддерживают очень многие наши эксперты-экономисты, в частности, Академия наук. Поэтому здесь вопросов очень много. То есть, зачем искусственного гонять себя в долги? И, к слову сказать, уже сегодня на оплату внутреннего долга государственного у нас тратится порядка 350 миллиардов рублей. Ну, они же идут банкам, которые покупают, то есть, кормят банки. Которые, в том числе, являются и госбанками, прежде всего, прайм-дилеры наши. И, то есть, ну, это такая форма в чем-то освоения бюджетных ресурсов. И, кстати, эта статья вырастет, вот по обслуживанию долга, вырастет к 2015 году по бюджетным проектировкам до 550 миллиардов рублей. И, в абсолютном выражении, это примерно будет эквивалентно расходам на науку и образование. И здравоохранение. Вот, кстати, как раз эти же деньги не расходуются ни на социальные проекты, ни на науку, ни на образование. Они идут, просто оседают, как проценты в банках. По большому счету, да. По большому счету, да. И, к слову сказать, у нас, значит, удельные расходы относительно ВВП, скажем, на национальную экономику, на образование, на культуру, на здравоохранение, они приблизительно в 2,5-3 раза ниже, чем в Европе, в США и в Японии. И примерно раза так в 1,5-2 ниже, чем в странах тех же самых некоторых экономически не развитых, но развивающихся в азиатских тиграх очень многих выше расходы. Поэтому здесь, конечно, вопросы серьезные есть. И неудивительно, что многие экономисты не понимают, что за политику проводят у нас. Просто же, знаете, есть такой вопрос, надо всегда задать вопрос, кому выгодно. И все стоят на свои места. Может получиться неполиткорректный ответ. А, да. Я вам обещал быть политкорректным, но у меня обычно не получается. Но на самом деле, а тогда вот при таких, скажем так, показателях вообще, как у кого может повернуться язык, сказать, что у нас социальное государство, и у нас, соответственно, социальная политика? С формальной точки действительно есть. У нас социальная ориентированность, безусловно, есть. Если мы посмотрим на бюджет, то есть только две статьи, которые в реальном выражении будут увеличиваться. К 15-м году, я помню, даже их три. Это обслуживание долга, это расходы, значит, на силовый блок, и это, значит, расходы на социалку, именно на социалку в определении пенсионных расходов. То есть действительно у нас на пенсии тратится достаточно много финансовых ресурсов бюджетных. У нас действительно расходы постоянно растут. Но мы видим, что провалилась, значит, пенсионная реформа под шумок, да. То есть причем те люди, которые ее разрабатывали в начале нулевых годов, они сегодня же будут разрабатывать новый проект пенсионной реформы. Ну, все те же люди у руля. Ну, по сути, да. Это то же самое руководство Центра стратегических разработок, которое в начале нулевых годов консультировало правительство. Потом люди из СССР возглавили экономический блок правительства. Сейчас они тоже где-то в околовластных орбитах. Ну и, собственно говоря, опять-таки они будут разрабатывать эту пенсионную новую систему, новую реформу. Вот, все списали, понятное дело, на впавшую они милость, значит, там, бывшего министра финансов. Но, в принципе, система не сильно меняется. Вот, что касается социальной ориентированности, то здесь, конечно, очень много тоже есть разных мифологий, разных иллюзий. Вот, например, по оценкам того же Росстата, по официальным данным, да, у нас средний размер заработной платы в России, точнее, средний душевой доход в России порядка 24,5 тысяч рублей. Это откуда он такой берется, интересно? Ну, вот если суммировать душевые доходы пенсионеров, врачей, значит, работников на каких-нибудь горнорудных шахтах и, с одной стороны, с другой стороны, топ-менеджеров, там, значит, Газпрома, Госбанков, нефтяных каких-то компаний, то, безусловно, вы на эту цифру выйдете, да? Вот, но при этом этот доход не получает 75% россиян. Медианный доход 15 тысяч рублей. И тут же более близко. Да, я напомню, что примерно в 14-15 тысяч рублей наши, значит, институт социологии Российской Академии Наук, независимые эксперты, именно в эту величину оценивают реальный прожиточный минимум. То есть у нас какая-то ситуация, когда 50, ну, вот, грубо говоря, половина населения страны не получает 15 тысяч рублей. Это какая-то грань уже бедности, и заходим на нищету. Бедности, но, грубо говоря, получается, что с середины 90-х ничего не поменялось? Нет, нет, ну, поменялось. То есть те, кто, нет, у нас действительно вырос средний класс, у нас действительно, значит, примеры... Нет, я имею в виду количество людей, которые живут на грани щиты. Это да, в этом проблема нас не существует. Мы вернемся после новостного перерыва. Оставайтесь с нами. Мы снова в эфире, это программа «Парадокс». Я ведущий Степан Димур, у нас в гостях Владислав Жуковский, старший экономист Икари Комтраст и советник по экономическим вопросам Думской фракции. Говорим мы сегодня об ОНФ, об уровне жизни, и что жить стало лучше, жить стало веселей за последние 13 лет. Такой аргумент очень часто я слышу, что вы знаете, что вы все хаете, власть, она сделала столько для народа, жить стало лучше, жить стало веселей, как говорил при Сталине. Но как-то вот цифры, насколько я это не показываю, ну как было у нас 50% нищих, так и есть. Достаточно отъехать там километров 100 от Москвы и посмотреть, что происходит в небольших городах и деревни, это вообще просто ужас. У меня сразу возникает вопрос, вот доколе все это будет кем-то терпеться, вот народом, доколе он будет это терпеть? На самом деле вопрос-то очень важный, потому что у меня складывается впечатление, что сейчас идет совершенно четкая кампания по дискредитации и Единой России, и Медведева, чтобы кинуть косточку народу и сказать на них повесить всех собак, в принципе, они это заслужили полностью. И вроде как сказать, вот все будет заново, все будет хорошо, перезагрузка Путина, новый Путин, как в 2000 году, великая Россия, бла-бла-бла. Сейчас все придумали, герои труда тоже, я немножко в осадок выпал. Пытаются что-то реанимировать, то, что было разрушено, и они же это рушили, а теперь они, чувствуя ностальгию населения по то ли крепкой руке, то ли порядку, то ли справедливости какой-то социальной, начинают все это снова раскручивать. У меня всегда задается вопрос, ребят, ведь социальные лифты не работают, социальные институты разрушены. И они считают, что следуя принципу «бабло побеждает зло», они смогут это починить? Вот на ваш взгляд? Степан, смотрите, ну на самом деле действительно очень сильны воспоминания очень многих жителей России по советской эпохе, по порядку. Я напомню, что несколько лет назад, когда проводился опрос имя России, значит, голосование открытое, якобы открытое, и выбор имени России, то, в принципе, у нас победило два человека, то есть это был товарищ Сталин и Александр Невский, да? Причем, как говорят сами телевизионщики, победил-то Сталин, но что просто они будоражили общественное мнение, решили еще и Александра Невского под это дело подвести. То есть, в принципе, понятное дело, что какой-то такой настроение... Один реальный персонаж, другой почти мифический. Ну, по сути дела, да. Из эпоса. Да, вот, поэтому действительно есть определенный запрос на очень-очень такое, на наведение порядка. Действительно, люди за 20 лет наших иночных преобразований устали, что действительно жить стало лучше процентом 15-20 россиян, при том, что, значит, примерно процентов 60 стали жить хуже, 20 примерно на том же уровне остались. Вот, кстати, эти же цифры подтверждает и академик уже ныне покоенный Дмитрий Львов, и он примерно так и оценивал ситуацию. Вот, поэтому действительно вопросы есть. Возвращаясь к, значит, тематике выступления ОНФ на конференции ОНФ Ростове-на-Дону, в принципе, некоторые тезисы были правильны, скажем, вернуть звание героя труда, это благое дело. Действительно важны не только материальные, но и нематериальные стимулы. Очень важно людям дать какое-то показать, что государство о них думает, что они нужны обществу, что России нужны не только, значит, люди, которые эффективно осваивают бюджетные ресурсы, значит, наши владельцы крупнейших наших нефтегазовых компаний, металлургических банков, но и рядовые граждане, люди от села, от сахи. Вот, в этом плане все абсолютно верно, тем более, что очень выверенное с политической точки зрения решение, оно, безусловно, даст очень сильно очков. Значит, не зря, что эту инициативу, кстати, озвучивал там и Трапезников наш депутат от как раз-таки этого самого... Народного фронта. От Народного фронта, да, и в Единой России. Поэтому, в принципе, все хорошо. Беда в другом, что, значит, самого звания героя труда можно повесить, значит, себе на грудь, можно еще куда-то, вот, но этим сыт не будешь и на хлеб не намажешь себе. Я просто хочу напомнить, что у нас, значит, разрыв в уровне доходов, значит, между высокорентабельными отраслями экономики, скажем, нефтегазовый комплекс, трубопроводная система, финансовый сектор, с одной стороны, а с другой стороны, низкорентабельными отраслями, ориентированными на внутренний спрос, и где не прокручивается нефтяная аренда, скажем, сельское хозяйство, здравоохранение, наука, образование и прочее. Так вот, разрыв между этими отраслями в уровне доходов только официально составляет порядка 4-5 раз. То есть, скажем, в сельском хозяйстве средние доходы почти на 35% ниже, чем в среднем по экономике, а в нефтегазовом комплексе и финансовой системе в 2,5-3 раза выше. То есть, действительно, колоссальный разрыв, и по-хорошему нужно было бы как-то решать вот эту колоссальную имущественную дифференциацию между населением, причем даже в отраслевом среде по экономике. Но это решается, насколько я, только одним способом. Нужно создавать рынок труда. Чтобы создать рынок труда, нужно разрушить госмонополию на эти отрасли практически. В том числе и безусловно. Кроме того, нормальная денежно-кредитная политика, налоговая, бюджетная, чтобы действительно наши компании могли конкурировать и хотя бы на внутреннем рынке начать конкурировать с иностранным импортом. Здесь, безусловно, мы понимаем, почему у нас очень низкая оплата труда в сельском хозяйстве. Ну, хотя бы можно взять такой показатель, как расходы государства на поддержку сельского хозяйства, скажем, в России и в Европе. В Европе половина бюджета Евросоюза уходит на поддержку села, а в России уходит на меньшее, по-моему, 2%. В Европе, если не ошибаюсь, у них в среднем что-то 400 евро на гектар субсидий. Ну, в 40 раз выше, чем в России. Да, у нас здесь 30-40. И при этом мы радостно вступаем в ВТО. Да, да. Поэтому нужно создавать реально равные экономические условия для конкуренции российских компаний и иностранных. Сегодня вот мы вступили в ВТО, скажем, благое дело, все совершенно верно, совершенно правильно, да, ну, допустим. Но ведь принцип ВТО — это создание реально равных условий конкуренции. Не формально, номинально, на бумаге, да, что-то вы откроетесь, конкурируете, как хотите, а именно реально равных. Но ведь мы реально не имеем равных условий конкуренции почти по всем секторам, по всем промышленностям. А зачем так вступали? Это большой вопрос, да, кто от этого выиграл. То есть там металлурги могли выиграть. Хотя металлурги уже... Не выиграли, они квоты не выбирают. Они уже, да, не выбирают квоты. Они уже написали письмо, что они проигрывают. То есть нынешняя, значит, динамика цен на услуги ЖКХ, там, естественных монополий грузоперевозок, уже и их давят. Они не могут выжить, да. Поэтому смотрите, скажем, по финансовым ресурсам, по стоимости финансовых ресурсов. Мы проигрываем, скажем, США и Европе примерно раз так в 7-10. То есть ставки для малого бизнеса и среднего в России в несырьевой отрасли, в несырьевых секторах экономики порядка 20-25%. В Европе и США порядка 3-5%. В Китае порядка 8-7%. Плюс там хорошие экспортно-импортные гарантии, субсидирование ставок идет. То же самое по ценам на газ. Мы обогнали уже США. По электроэнергии мы США тоже обогнали. Европу мы пока догоняем, но по подключению к энергосетям мы их обогнали. Значит, по административным барьерам и, значит, ну, понятное дело, коррупциям мы, понятное дело, где обогоняем. Впереди планеты всей практически, да. Поэтому здесь, как мы будем выживать, тоже непонятно. Вот один хороший показатель к вопросу, сможем ли мы как-то реально конкурировать, да, хотя вот с точки зрения финансовых условий. Значит, совокупный объем выданных кредитов российских банков отечественным, значит, внутренним, населению и физическим лицам, то есть отраслям промышленности, составляет порядка, значит, 38-40% КВВП. Ну, для сравнения, в среднем по Европе этот показатель достигает, значит, 140-150% КВП. Владислав, ну, хорошо, но ведь получается как, наши банки выдают кредиты, но ведь эти кредиты не поддерживают производство внутри, а на эти кредиты закупается импортное все подряд. Совершенно верно. Вот смотрите, такой получается интересный замкнутый круг, что практически наша экономика, вот она сейчас стала замедляться, сейчас она, судя из того, что вы сказали, она будет уже замедляться экспоненциально. Ну, у нас тенденции такие, по крайней мере, первые два месяца показывают, что спад, да. Люди будут терять работу, а единственное, кто будет поддерживать какие-то предприятия, это бюджетные заказы. И, кажется, мы приплыли, что дальше? Спасет ли ОНФ? ОНФ нас не спасет. Я хочу напомнить, что вот недавно, я думаю, вы Степан отслеживали, была такая борьба между, значит, так называемыми, условно называемыми либералами, государственниками в правительстве. На самом деле, я тут согласен с Сергеем Глазием, что борьба идет не между либералами и нелибералами, а между людьми здоровомыслящими, имеющими научно обоснованную оценку ситуации, с одной стороны, а с другой стороны, как он сказал, квазирелигиозными фанатиками, да. То есть я вот с этой сформировкой больше согласен. Это либераловская демшиза. Да, да, то есть это абсолютно псевдонаучная доктрина, то есть это вера в принципе вашингтонского консенсуса, от которых уже на Западе давно отказались к вопросу и в США, и в Европе, и в Японии, и в Великобритании. Можно просто посмотреть, какие масштабы поддержки национальной экономики были даже до кризиса в США, в Европе и в Японии, насколько развита система рефинансирования экономики, там, тех же самых банков. Но им приходилось это делать, чтобы не почить в БОЗе до времени, до срока. Безусловно, да, то есть как бы куда деваться, но это глобальная конкуренция, и России кому нужно понять, что либо мы как-то в этом направлении двигаемся и реально создаем инструменты стимулирования экономического роста и поддержки несырьевой промышленности, наукоемкой, которая там где-то еще барахтается, выживает еле-еле, либо мы это не создаем. И здесь, кстати, тоже интересный вопрос, вот возвращаясь к социальному аспекту, значит, да, действительно ввели вот это, значит, хотят вести герои труда, все хорошо, все правильно, вот, двумя руками за можно поддержать, но, значит, надо же создавать условия, чтобы поднимались не сырьевые отрасли экономики, чтобы там росли доходы, чтобы там повышалось уровень оплаты труда, и чтобы сокращался вот этот гэп, колоссальная пропасть между, значит, разными отраслями экономики по плате труда. Ну, опять же, смотрите, Владислав, ну, это все, скажем так, благие намерения, вот даже тот же Глазев, его программа импортозамещения, это все на бумажке хорошо, у меня просто возникает вопрос. Во-первых, стоит проблема с кадрами, на импортозамещение нужно время и капитал, и основной вопрос, а кто это будет делать? Ну, хорошо, ну, продекларирует Глазев, там, Академия наук разработает очередной план, да, они уже в одиннадцатом году все это разработали, сейчас снова будут. Сейчас будут скопировать и снова показывать. Да, да, и дальше что? Ну, честно говоря, сказать, что будет дальше. Вот если смотреть на вещи реально, знаете, вот если убрать, снять розовые очки и посмотреть на вещи реально, как страшно становится, на самом деле. Ну, со стороны творится. Действительно, со стороны вероятности, что никуда этот доклад новый не пойдет, скорее всего, его положат на полку, но единственное, в чем плюс, что сейчас уже готовит не отдельно Сергей Глазев, а вся Академия наук, и волей-неволей, по тому трепету, по тому, той панике, которую мы видели, значит, разного рода СМИ, в том числе в наших уважаемых многих газетах и изданиях, мы видим, что даже проснулся Кудрин, значит, проснулся вот Алексей Кудрин, значит, Чубась, проснулся, значит, Задорнов, проснулись еще многие люди. В частности, Дубинин Сергей, который в 98-м году был главой Центробанка, да. Он даже на эхо Москвы обвинил Газев в фашизме. Да у них веселая ситуация, да, они по факту... На самом деле он абсолютно прав. Что такое фашизм? Это государственный капитализм. Он, наверное, имел в виду национал-социализм, но, наверное, он не знает разницы. Наверняка. Мне так кажется. Вот, поэтому, да, действительно, видите, идет такая борьба, идет борьба за доступ к телу, за формирование повестки дня, вот, причем, так вот, могу сказать, что действительно очень многие экономисты, которые в вашей студии бывают, которые формально нигде не числятся в никаких партиях, они действительно принимают активное участие в разного рода проектах, связанных с разработкой альтернативных программ, действительно пытаются как-то обойти окольными путями вокруг, значит, вокруг правительства и тех людей, кто сейчас определяет экономическую политику. Но, кстати, к слову сказать, и правительство очень неоднородное. Вот, посмотрим на Министерство экономики, ведь уникальная ситуация. Минэкономик отвечает за экономический рост, за модернизацию инноваций, но при этом лишено вообще всех инструментов стимулирования экономической активности. То есть, Сантрабанк контролирует денежно-кредитную политику, Минфин контролирует налогово-бюджетную политику, они, по сути дела, сейчас занимаются такой очень жесткой, занимаются очень жесткую позицию. Выполнением бюджетного правила. Исполняют бюджетное правило, они, значит, борются с инфляцией немонетальной, по сути. Которую они не контролируют. Да, и, причем, сами это признают. У нас сейчас Сантрабанк, руководство признает, что мы-то ни за что не отвечаем, потому что у вас планово ежегодно повышаются тарифы на газ, электроэнергию на 20%, а что у нас хотите. Ну, ЦБ у нас, в принципе, это обменник, не более того, если так разобраться. Ну, по сути дела, по структуре весело. Мы вернемся после новостного перерыва. Оставайтесь с нами. Добрый день, мы снова в эфире, программа «Парадокс». У нас в гостях Владислав Жуковский. И говорим об экономической ситуации в стране и социальной ситуации в стране. Ну, вот, по-моему, ошиблись. Не 26 миллиардов рублей, а 26 миллиардов долларов. Безусловно, конечно, в долларах. Но самое интересное, что вот меня умиляют все эти чиновники из Минфины, из Центробанка. В прошлом году, когда начался отток капитала, они до последнего прогнозировали, что отток будет где-то 10-15 миллиардов. За первый месяц, по-моему, ушло 8 или еще что-то. Они все равно говорят, что погода будет 10 миллиардов. И на этом еще строят какие-то прогнозы. Вот, честно скажу, у меня иногда возникает вопрос, у них все дома или нет? Или они просто выполняют какие-то социальные функции, успокаивающие, такие пилюли прописывают? Ну, смотрите, на самом деле, я думаю, все очень просто. Они действительно, людей глупых там нет, люди все более-менее, значит, толковые. То есть это простой цинизм. Это попытка выдать желаемое за действительное, не портить на стороне руководства страны, да, своему начальству. Как бы это объяснимо и понятно. Значит, смотрите, что у нас действительно удивительно, вот, кажется, в том числе в правительстве, да, значит, 5 лет практически у нас со страны утекает капитал. Всего за период 2008 по 2012 год из России вытекло 361 миллиард долларов. Официально? Официально, да. И это чистый вывоз капитала. Причем хочу сразу различать миф, что утекают именно, значит, прямые иностранные инвестиции из страны, что мы занимаемся какой-то экономической экспансией. В структуре чистого вывоза капитала на долю прямых иностранных инвестиций пришлось всего лишь 15% вывоза капитала. То есть порядка 45-50 миллиардов долларов. Больше двух третей это прочие инвестиции, то есть это кредиты займа аффилированным лицам, это приобретение иностранной валюты, это открытие счетов в иностранных банках. То есть это, по сути дела, какие-то очень сомнительные свойства операции. При этом все это время в руководстве финансово-экономической блоки правительства прогнозировали, что из страны утекать капитал больше не будет. Бегство капитала носит временный конъюнктурный характер. Пять лет по лету. Пять лет каждый год одно и то же. Но при этом за это время утекло 12 триллионов рублей. То есть, по сути дела, годовой бюджет России. Это можно было в два раза нарастить норму накопления капитала в стране, если бы эти деньги направились на экономический рост, на стимулирование инвестиционной активности. Дальше, смотрите. Сейчас у нас прогноз официальный по итогам текущего года примерно 10-15 миллиардов долларов. Еще полгода назад говорили, что будет приток 10-15. У нас уже стало ток 10-15. При этом наиболее вменяемая оценка как раз-таки у главы Министерства экономического развития Андрея Белоусова, который, к слову сказать, первый профессиональный экономист на посту главы мэра за последние лет 12. До него там был еще шипов альянс, но как бы того уже давно как нету в правительстве. Его оценка Белоусова, что из России, утечет 55 миллиардов долларов. Я думаю, что он озвучивая свою именно как экономиста, но не главы мэра позицию, он близок к истине. Я думаю, что мы реально увидим миллиардов 55 оттого капитала, миллиардов долларов. Но это при условии, что цен на нефть будет на текущих уровнях. Да, да, да. И, кстати, можно даже интенсифицироваться при некоторой стагнации цен на нефть, потому что у нас капитал утекает и при растущей нефти, и при снижающейся нефти, как это было в кризисном в 8-9-х годах. Поэтому здесь не поймешь, от чего капитал бежит. Просто бегут, потому что нету каких-то внятных экономических перспектив. Вот. Значит, к вопросу о бегстве капитала еще одна интересная вещь. У нас же обычно говорят просто о вывозе капитала, не говорят о незаконном вывозе капитала. Это вообще отдельная тема. Но ЦРУшники, насколько знаю, оценивают это 200-250 ярдов в год. Плюс, как ни парадоксально, они знают, что, кто, куда, и контролируют многие каналы. Знаете, как показались события на Ближнем Востоке, ЦРУ, Моссад и Мишей знают о людях гораздо больше, чем люди сами о себе. Они знают больше, сколько у вас денег, чем знаете вы сами. Значит, когда были заморожены активы, значит, Мубарака, Салиха, Каддафи, в течение трех дней по указке из Вашингтона, стало понятно, что банковской тайны больше нет вообще. То есть она демонтирована, по большому счету. То есть разрушена система международного права. То есть если ее еще в Ираке, в Афганистане так разрушали, в Югославии, но можно было хотя бы говорить, что это поправление международных правовых норм, то ситуация на Ближнем Востоке показала, что, в принципе, силовая агрессия применяется активно без всяких санкций. Самое интересное, вот сейчас будет проходить ликвидация кипрских банков крупнейших, да? Значит, там будут назначены управляющие. И, соответственно, все сразу узнают. В чьих интересах все затевалось? А ведь на самом деле следующее, что у нас кто? Испания, я полагаю. Потому что в мае, если я не ошибаюсь, там начинается судебный процесс над так называемой русскоязычной мафией. А Испания ведь у нас является логистическим центром русскоязычной мафии. Вот интересно, как наши чиновники будут переживать вот этот удар? По Испании, честно говоря, сказать пока сложно. Надо понять, сколько там денег хранится и какой объем вложений финансовые активы в нефинансовые активы. Но вот, скажем, Кипр показал, что действительно, значит, проблема офшеризации российской экономики стоит крайне остро. Что, по сути дела, российская экономика во многом управляется извне. Владислав, извините, сейчас перебиваю. А вот сказали, проблема офшеризации. Что вы под этим имеете в виду? Ну, смотрите, в принципе, значит, в чем проблема офшеризации? С одной стороны, это, в принципе, исход российского капитала за рубеж, в принципе, в целом. То есть, открытие депозитных счетов, приобретение недвижимости и прочего прочего. Когда деньги не работают на российскую экономику, какой-то за рубеж. С другой стороны, проблема в том, что наши крупнейшие компании из стратегически значимых секторов экономики, они, по сути дела, имеют не российскую прописку. Они, значит, зарегистрированы где-то там на Кипре, на Джерси. То есть, вся экономика принадлежит офшорам? Ну, вот цифра, значит, та же цифра, значит, Единой России. Депутат Евгения Федорова, хорошо вам извиняюсь, на вода. Который сейчас борется, значит, за национализацию Сантробанка. Такого шпионов-то нашел, не в курсе. Нет, он всех обличает, но кто виноват никогда не говорит. Там понятно, да, все? Значит, в принципе, цифра, эта оценка у него хорошая. То, что 95% крупной собственности контролируется за рубежа, да? И, в принципе, смотрите, что происходит. То есть, суверенитет потерян экономический. Да, контроль как через акционерный капитал, так и через долговой механизм. То есть, наши крупнейшие компании-банки занимаются за рубежом. Вот смотрите, значит, Владимир Владимирович Путин сказал очень правильно еще 10 лет назад. Ребята, что же вы делаете? Выступая на 4-м съезде ТПП в Москве, Торговая промышленная палата, то он сказал, что офшеризация экономики – это огромная угроза. И наши уважаемые, значит, эффективные менеджеры из перестройки, значит, и приватизации 90-х годов, они свои активы потом никогда не найдут. А с тех пор, что произошло? Внешний долг российской экономики вырос с 30 миллиардов долларов до 630 миллиардов долларов. Мы прекрасно понимаем, что внешние займы – это не просто зависимость от кредитора. На 15% ниже, да, мы не спасем. Но при этом, ведь когда вы берете внешний займ, вы ваши активы закладываете, значит, иностранным кредиторам. Как это было с «Газпробу». Иностранные кредиторы не хотят, чтобы эти активы были зарегистрированы в России. Для них это риск. Они заставляют вас в эти активы в офшоры. Почему все компании в офшорах? Это не только уклонение от налогов и сокрытие бенефициров, но это требование кредиторов. Вот сейчас, скажем, Олег Дерипаско выводит с четверть своего пакета, значит, ГМК Нурникеля, опять-таки на Кипр, обратно. Почему? Потому что он рефинансировался в кризис в России, взял под высокие процентные ставки, ставки неподъемные даже для сырьевых гигантов, и обратно уходит на Кипр, закладывая этот пакет уже иностранным кредиторам. Но мы понимаем, что, как хорошо говорил еще Наполеон Бонапарт, рука, которая дает всегда вышелки, который берет. И если вы кредитор, то в соглашениях, кредитных договорах вы прописываете, что вы влияете на проводимую политику этими компаниями. Поэтому, в принципе, конечно, я не удивился, когда всплыли уши. Плюс еще, насколько я понимаю, прописывается минимальная капитализация компании. Минимальная капитализация, там и срабатывают маржин коллы. Мы в 8-9-х годах видели, как наши компании чуть не ушли в руки иностранных, значит, глобальных международных банков и чуть не перешли под контроль иностранных кредиторов. И тогда, собственно говоря, наши уважаемые эффективные менеджеры побежали к неэффективному, по мнению либералов, как раз таки, правительству за деньгами. И государство их спасало, там около 150 миллиардов долларов выделило. Вот, значит, поэтому проблема стоит очень остро, и на Кипре, на самом деле, действительно подвисли. А эти деньги были возвращены? А, вопрос хороший, потому что формально не возвращались, причем выделялись они реальному сектору через внешний эконом-банк, насколько я могу судить, да, потому что публиковалось в СМИ. Вот, деньги, которые выделялись напрямую банкам, они вообще утекли на финансовый рынок и спровоцировали двукратное падение рубля. Это не двукратное, а 50%, там, на 35 рублей за доллар. Очень мудрый политик ЦБ. Да, то есть, с одной стороны, они спасают банки, банки берут эти деньги, бросают на валютный рынок, играют против ЦБ и обрушают рубль. И, значит, Банк России, спасая рубль, еще больше денег вкидывает на валютный рынок. Это, на самом деле, повторение было ситуации 99-го, 98-го годов, когда, вон, тот транш 5 миллиардов долларов практически от валютного фонда был выброшен не напрямую на валютный рынок, а роздан банком, и банки еще просадили рубль дополнительно. Вот, поэтому смотрите, что происходит на Кипре. Кипр же действительно стал таким маячком для нашей, вот, знаете, есть такой термин, офшорной аристократии, да? Значит, здесь понимается много кто, и наши крупнейшие, значит, приватизаторы 90-х годов, и некоторые госкомпании, госбанки, и наши чиновники, которые водят свои активы за рубеж. Что, по большому счету, стрижка овец, которая намечается на Западе в условиях глобального кризиса, да, его разверстки, его перехода в активную фазу, в открытую фазу, она только будет нарастать. И, в принципе, ведь Кипр был избран не случайно, с моей точки зрения, да? Ведь, смотрите, значит, за период с 2011 по 2012 год Евроцентробанк через механизмы рефинансирования банковской системы имитировал почти 1 триллион 100 миллиардов евро, это полтора триллиона долларов. Этими деньгами спасли Испанию, спасли Италию, отчасти спасли Кипр, списав, значит, там их долг частным банкам, то, что они были должны, спасли даже Ирландию отчасти. То есть эти деньги шли на долгосрочное рефинансирование, плюс на выкуп плохих долгов. Значит, полтора триллиона долларов. Найти, значит, 5 миллиардов евро для Кипра почему-то никто не смог. То есть 10 миллиардов дали, но на 6 миллиардов найдите сами свои резервы. То есть понятное дело, что дело было не в деньгах, нужно было какой-то такой объект для публичной опорки, чтобы, с одной стороны, напугать другие страны, чтобы они были более заговорчивы, а с другой стороны, ну почему бы не решить проблемы Кипра за счет уважаемых россиян? Как бы мы понимаем, что... Меня просто еще, знаете, что умиляет? Тут некоторые политтехнологи, политологи, эксперты так очень сильно возмущались, что Европа не спросила Россию. У меня вопрос, а почему она должна спрашивать Россию? Что мы можем противопоставить? За 12 лет все разрушено. Кто нас вообще должен спрашивать? Смотрите, официальную цифру привожу. Данные платежного баланса Российской Федерации. Каждого человек может посмотреть. Значит, за период с 2000 по 2012 год только официально, из России, незаконным образом, по двум статьям платежного баланса было вывезено 405 миллиардов долларов. Это то, что зафиксировано. То есть это сомнительная операция в рамках внешнеэкономической деятельности. То есть это не поступление экспортной валютной выручки, не поступление товаров и услуг по импортным контрактам, это фиктивные кредитные операции с ценными бумагами и прочее, прочее. Плюс там же проходит статья о чистой пропуске ошибки. То есть это так называемый учтенный, зафиксированный вывоз капитал, но не можем понять, как он отсюда утек. То есть эти статьи должны балансироваться, но они у нас 10 лет не балансируются. То есть утекло 400 миллиардов долларов. Понятное дело, что этот капитал, он имеет незаконный характер своего происхождения, нелегитимный. Плюс не забываем про 90-е годы. И очень многие капиталы, которые сейчас вращаются на Кипре, на Британских и Виргинских островах, он имеет очень сомнительного свойства происхождения. И доказать в любом суде, что вы не верю плюс, что эти деньги законоприобретены, никто никогда не сможет. Поэтому Европа прекрасно понимает, что можно с уважаемых россиян заморозить их активы, можно списать 80% их капитала. И что они сделают? А потом просто, если они пойдут в суд, потребуется... А мы у них все заберем, окончательно все заберем. Скажите, пожалуйста, а вы налог заплатили? Представьте, пожалуйста, налоговую декларацию. Нет? Извините. У нас есть статья против отмывания налогов. Конечно. И ситуация на Ближнем Востоке прекрасно это показала. Были конфискованы сотни миллиардов долларов. Причем на Западе есть хорошее правило, что те, кто подают иск в суд по проследованию законности происхождения капитала, они же являются очень выгодоприобретателями. Поэтому как только наши уважаемые коллеги, россияне, сунутся в какие-то суды и решат вернуть себе... Правильно сказал Дмитрий Анатольевич Медведев, что на Западе происходит экспроприация экспроприирована. Он сказал по-другому. Грабежно-ограбленного. То есть в правительстве понимают, что этот капитал оттуда вытащить невозможно. Он там подвис навсегда. Но здесь интересный момент, Степан. Смотрите, в последнее время пошли алармистские заявления, что российская экономика понесет колоссальные убытки от этого. Кто-то это тоже не понимает. Я, честно говоря, очень сильно удивился. Буквально сегодня тоже смотрел статистику. И на самом деле что произошло? Нет, просто размер экономики и размер всего остального. Да, то есть выявили 400 миллиардов долларов за последние 12 лет. Только то, что засекли. Есть оценки, значит, уважаемых наших экспертов, в частности, Валентина Катасонова, Талифа Делягина. Вот Иван, по-моему, Иван Родионов. В том числе, да. Называл что-то цифру больше триллиона. Триллион, полтора триллиона. За 20-летку два триллиона долларов. Это экспертные оценки. Плюс эти же оценки подтверждают и ЦРУшники, в том числе, и эксперты Валютного фонда. Они в два раза занижают по триллион, но примерно масштабы понятны. Поэтому, ну, сгорит, ну, вот грубо говоря, значит, на Кипре лежит наших денег, именно на банках этих вкладов, пускай 20 миллиардов евро, пускай 25 миллиардов. Да пусть 50. Да, пускай сгорит даже 80 процентов. Хотя там всего 60 миллиардов вкладов, да. Значит, простите, эти деньги, они уже выведены из экономического оборота. Они не направляются на потребление внутри страны. Они не идут на инвестиции. Но аргументы в следующем, что они могли бы, плюс счета заморожены, проводки невозможны и того подобного. Но все равно, ну, размер-то каков? Ну, нет, значит, расчет на кассовый, значит, операции платежные, не замороженные. Те, кто деньги не держал на депозитах, на счетах, а просто проводили. Но они были какое-то время заморожены, там, пока банки были закрыты. Да, на какое-то время, да. Сейчас все работает. Владислав, мы должны уйти на новостной перерыв. Оставайтесь с нами. Снова программа «Парадокс». Следующий Степан Демура. У нас в гостях Владислав Жуковский, старший экономист Икари Контраст и советник по экономическим вопросам Думской фракции. Ну, Владислав, вот вы сказали правильную вещь, на самом деле, на мой взгляд, что сейчас поднимается такая истерия, что вот Кипр нас всех погубит. Честно говоря, мне это напоминает тоже похожую либерастическую истерию, которая была поднята в августе 2008 года по поводу Грузинской войны. Как тогда нам говорили, что Грузинская война обрушила российский рынок акций. Но если посмотреть, скажем, на остальные рынки акций, то получается, что эта маленькая Грузинская война обрушила все остальные мировые рынки. Стровоцировала глобальную депрессию. И вот сейчас такая же истерия, на самом деле, на мой взгляд, она ведется и нагнетается только для того, чтобы опять замылить всем взор и показать, что на самом деле это не внутренние проблемы российской экономики и не последствия мисменеджмента за последние, типа мне на язык, полвека, 20 лет. А вот какой-то внешний фактор, вот плохие американцы, плохие европейцы, они нас немножко нагнули, скажем так. Степан, смотрите, значит, европейцы, американцы, с моей точки зрения, они не плохие, не хорошие. У них есть свой угрыбляющий класс, у них есть свои коммерческие, геоэкономические, геополитические интересы. Спасать интересы России, наших уважаемых россиян, где-то за рубежом никто там не будет. У них есть свое население, перед кем они формально должны как-то отчитываться, да, там за какую-то проделанную работу. Плюс у немцев ведь выборы осенью. Безусловно, поэтому заниматься благотворительностью и, значит, помогать нашим уважаемым представителям, как это говорится, офшорной аристократии, где-то, значит, там, выжить за рубежом, а на Кипре никто не будет. Поэтому, понятное дело, что проблемы все решают как может и желательно их решить за чужой счет. Это вполне себе объяснимо, да. Вот, значит, другое дело, что действительно Европейский союз, значит, Еврогруппа, МВФ и, значит, Евроцентробанк, они нарушили один очень важный принцип. Это принцип неприкосновенности банковских вкладов и частной собственности. Действительно, это тот самый случай, когда... Ну, я с вами здесь не соглашусь, они по большому счету ничего не нарушали, потому что, ну, смотрите, у них есть вклады, 100 евро. 100 тысяч евро. Ну, да. Гарантированное. 100 тысяч евро. Со страхованные. Банкруется банковская система, все остальные идут лесом. Совершенно верно. А беда в другом, потому что под удар не попали кредиторы сами. И почему-то не говорится о той роли ЕЦБ, который закрывал глаза на ситуацию, когда, значит, финансовая система Кипра все раз пропадает их экономику. Поэтому здесь не все так просто. С одной стороны, все кошерно, с другой стороны, не совсем. Ну, Евроцентробанк поступает правильно, он пытается снять ответственность с себя, с кредиторов, с руководства Кипра, которое создавало из Кипра предбанник российской экономики, куда вводились деньги россиян, причем часто незаконным образом там они легитимизировались, отмывались и вводились обратно в Россию. Кипреты хорошо жили. Конечно, сейчас эта лавочка прикрывается, европейцам это надоело, и почему бы не сделать из Кипра красный объект публичной опорки, все понятно, да? Вот, значит, возвращаясь к нашим потенциальным масштабам потерь, но, честно говоря, я не совсем понимаю, какие могут быть негативные последствия, даже более того, с моей точки зрения, пострадают европейские экономики. Смотрите, деньги, которые выводились из России в тот же самый Кипр, а оттуда транзитом уходили по остальным, значит, там, налоговым гаевым европейским странам, ведь эти деньги шли на что? Они же не шли на приобретение продукции автоваза. Депозитарная база. Да, они не шли на приобретение продукции российской промышленности, на стимулирование экономического роста в России. Они шли на потребление товаров роскоши европейского производства, на приобретение недвижимости, значит, каких-то активов, на, знаете, такое, на очень демонстративное потребление в фишнебельных странах. Поэтому эти деньги заморозившие сейчас там, они, в принципе, сократят потребление именно европейских товаров во многом. Здесь вопрос, сколько поставит еще Европа. Да, не сильно, по меркам европейской экономики, там, 16 триллионов долларов это копейки, но, тем не менее, для них это заметнее, чем для нас. Миллиардов. Миллиардов, нет, 16 триллионов долларов европейская экономика в целом. Европейская в целом, а Кипр, да, примерно 18 миллиардов евро. Вот, значит, поэтому я не вижу угрозы для российской экономики. Смотрите, российская экономика, это 63 триллиона рублей. Значит, объем капитальных вложений в основные фонды... Официально. Официально, да, официально. Размер инвестиций в основные фонды, это 12 триллионов рублей. Значит, размер потребительского, вот, розничного товарооборота тоже порядка, значит, там, 15 триллионов рублей. То есть, вот эти миллиарды евро замороженные на Кипре, мало того, что они и так не работали на Россию, были выведены, так они и не будут работать на российскую экономику и никак на нее повлияют. Поэтому я бы не думал, что какие-то товарищи с российским гражданством, которые стали вдруг ранить за 20 лет, что они сократят потребление в России, за счет того, что заморозились их активы за рубежом. Они потреблялись за рубежом, они там живут, там их семьи, там их дети, там их активы. Поэтому здесь, конечно, риска нет, но меня, что Степан, больше интересует, вот это тоже интересный момент, смотрите, ведь происходит действительно усиление глобальной борьбы за контроль над финансовыми ресурсами. Давайте посмотрим на Америку. Значит, во-первых, мы уже сказали, какая, значит, такая финансовая война шла на Ближнем Востоке, когда были заморожены активы почти всей политической тусовки стран, значит, там, от, значит, Ливии, значит, и заканчивая, значит, тем же Египтом и Алжиром, да, вот, значит. Во-вторых, США принимают закон ФАТКО, причем принимают его полгода, ну, вот буквально совсем недавно в СМИ, нет слова, вступает в действие, да, соответственно, по сути дела, этот закон превращает все банковские институты, все небанковские кредитные финансовые институты за рубежом, в том числе, в налоговых агентов, да, в Американскую налоговую службу АРС. И поэтому в Европе американцы очень часто просят закрыть счета и уйти из банка. Конечно, конечно, чтобы они уходили, потому что все головная боль, то есть теперь наши уважаемые россияне, которые имеют какие-то контакты с американцами, попадают в поле зрения спрежинства. Потому что США напрямую. Во-вторых, мы видим, как американцы разгромили банковскую тайну в Европе, когда они нагнули швейцарские банки. То есть это была святая святых, это была кладезь, это был, что называется, вообще, значит, в этот вопрос никто никогда не влезал, банковскую тайну не нарушал, но американцы ее взломали. Они получили доступ, значит, по-моему, к 50-ти, либо к 70-ти тысячам счетов, счетов, информации к американским клиентам, да. Значит, ну, они не только к ним, они могут получить формально кому угодно, если обвинять в каких-то связях с американцами. Потому что он может сделать православие с кем-то, да? Конечно, безусловно. Значит, это так, значит, смотрите, дальше мы имеем дело с актом Магнитского. Да, очень много пиара, его заменили, значит, на этот самый закон, который прекратил свое действие. Винника Джексона. Да, Винника Джексона, да, то есть ее, значит, нам, мы вступили в эту, нам ее формально отменили, но нам сразу дали другой билет, значит, понятно куда, акт Магнитского, волчий билет, да. Теперь смотрите, ведь что получилось, с моей точки зрения, Кипр, он в чем-то стал проявлением, экономическим проявлением именно акта Магнитского, да, и ведь, ну, просто удивительным образом совпадает последовательность событий. Причем, смотрите, уже Латвия, Литва, Эстония, плюс Финляндия, плюс швейцарские некоторые банки, плюс, значит, еще странно-восточная Европа, они уже подписались под этим актом и сказали, что будут помогать американским спецслужбам искать, значит, средства наших коррупционеров и... Ну, они вообще-то подписали и, насколько я понимаю, подписали конвенцию о борьбе с отмыванием денег, что-то такое, поэтому... Безусловно, безусловно, и когда сейчас наши, значит, уважаемые членники предлагают нашим россиянам, в том числе, переориентироваться с Кипра на Латвию, ну, Латвия сегодня хороша, сегодня она на нашей стороне. И, кстати, была информация, что Евроцентробанк в нарушении всех своих инструкций запрещает Латвии принимать деньги россиян из Кипра, ну, это нарушение вообще всех нормальных, значит, здравого смысла, нарушение... Нет, понятное дело, что капитал незаконный, докажите, что здесь не замораживайте. Вводится капитальный контроль, не более того и не менее. Конечно, 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 поэтому здесь я о чем говорю, о том, что наши, значит, люди, значит, наши эффективные менеджеры, которые поднялись во время ваучерной приватизации, незаконных кредитно-залоговых аукционов, кстати, об этом вам хорошо рассказывал Юрий Юрьевич Болдырев, когда сидел в этой студии, значит, которые поднялись на дефолты ГКО ОФС, которые поднялись на незаконном, значит, нецелевом использовании бюджетных ресурсов в нулевые годы. И эти ребята, значит, эти уважаемые россияне попадают сейчас под пристальный контроль за рубежом. Их активы попали в зону риска. Ну, я это называю стрижкой овец, потому что, знаете, сначала перед тем, как стрижка овец, их надо вырастить, надо, чтобы они окрепли, их надо накормить, чтобы они, значит, обросли шорсткой, а потом начинают дружно резать, да? Да, да, да. Вот, наши, значит, за 20 лет более-менее встали на ноги, уже какие-то активы консолидировали, все уже под ним, их уже в России не любят, а теперь можно приступить к их, что называется, планимерному ограблению на Западе. Отъему, да, к экспроприации. Поэтому, я, честно говоря, у меня очень такие впечатления, ожидания. Все давно прогнозировалось, все происходит именно так. И идет именно так, как мы, собственно говоря, как и вы в том числе и прогнозировали. Как это не противно? По большому счету, да. С другой стороны, в принципе, это, знаете, такое силовое принуждение любить Родину. То есть, в принципе, за рубежом наши, значит, многие миллиардеры и чиновники, они, безусловно, будут попадать под прицел, под удар. Кстати, какая-то была информация по Абрамовичу, что вы задержали где-то там в США, она была опровергнута, да, понятно. Ну, вызвали на допрос. Но какой-то такой осадок остался, да. Тем более мы понимаем, как не любят россиян, тем более в США, кстати, прежде всего. Заметьте, россияне не живут никогда в США, они живут в Великобритании, в Лондоне. Американцы не хотят, чтобы те нефтедоллары, которые они имитировали, которые заработали наши, уважаемые миллиардеры, вернулись в их экономику, им это просто не нужно. Поэтому здесь, конечно, есть определенные угрозы. И, знаете, как говорится, если не хотите любить Родину добровольно и, значит, называется, взаимной любви, то могут вас немножко и заставить полюбить вашу страну. Любить страны, ведь это же такой прекрасный шанс для нашего руководства покончить с офшорами. Прекрасный шанс. Просто он вот Богом предоставленный. Безусловно, можно все списать на плохой Запад, ребят, любите страну, мы вам поможем. А почему же такая какая-то неадекватная даже реакция, такая растерянность, паника? Так, нет, давайте, она не просто неадекватная, она, значит, более того, в нарушении принципов, которые сказал, значит, президент Путин, что надо бороться с офшоризацией. У нас в правительстве уже сказали, давайте создадим офшор на Дальнем Востоке. То есть давайте создадим у себя одну большую отмывочную базу по уклонению от платы налогов по вывозу капитала из страны, ну, на Дальнем Востоке, чтобы нас не тронули. То есть, понимаете, здесь же любой офшор это всегда вирус, это всегда определенная угроза суверенитету. Надо нормально озадоровить ситуацию в российской экономике, чтобы они, ведь в Германии же их компании, да, работают через офшоры, понятное дело, но они зарегистрированы в Германии, в США, и в США они зарегистрированы в США. Почему банкротят Кипр? Потому что немецкие компании, французские, итальянские, там не зарегистрированы, топите кого хотите. Но именно поэтому они не топили Испанию, Италию, Португалию, Гресу, потому что там бизнес национально ориентированный, как бы там ни было, его государство там контролирует и держит. Вот, поэтому здесь, конечно, инициатива создать офшор на Дальнем Востоке, с моей точки зрения, да, как эксперта, она, безусловно, очень вредительская. Мы этим воспользоваться нормально не сможем, но воспользуются, как раз-таки, наши статистические конкуренты. Да вы знаете, Лайслав, я на самом деле вот ко всем этим инициативам отношусь очень спокойно, потому что прекрасно понимаю, что в системе потеряно управление, и что бы они ни делали, все равно все провалится. Ну, мисс мэнджинг, я согласен, да. Здесь даже обсуждать нечего. Создать не удастся, да, как дороги в Сколово, которые были размыты за один год, если не ошибаюсь. Там, по-моему, еще собираются тратить 6 или 7 миллиардов долларов на инфраструктуру в мертвом городе. В общем-то, поэтому чего об этом беспокоиться, все равно ничего не получится. По большому счету, да, кстати, вопрос тоже, подвисли ли на Кипре деньги наших госкомпаний, госбанков, я так понимаю, что глава Кипра... А как они там оказались, кстати? Вы знаете, формально, я думаю, что резервы там не находились, но эти государственные ресурсы, это понятие очень обширное. Это могут быть госкорпорации, это могут быть просто, значит, компании-банки с госучастием, да. То есть, кто подвис, непонятно, но я думаю, что приезд главы Минфина Кипра в Россию был прежде всего обусловлен тем, чтобы договориться, чтобы деньги наших госбанков, госкомпаний там не подвисли. То есть, там предприниматели, членников режете, как хотите, но резервы и, значит, госкопнейшие корпорации не трогайте. Ну, там как раз списочек сейчас опубликовали всех тех, кто вывел деньги с Кипра до объявления, очень интересно висит на эти... Можно его посмотреть на Азирухе, кстати. В том числе и из политической тусовки руководства Кипра. Да, 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 семью, да, да, они вывели очень много денег. Ну, как в России в 98-м году в разгаре полта. Семья всегда спасается первой, бежит с корабля. Все знали, что будет, да? Ну, безусловно, все знали. И только почему-то для риск-менеджеров наших корпораций-то было каким-то открытием. Это к вопросу о либеральной мульке об эффективном частном собственнике в России. Пилить деньги умеют, продавать сырье умеют, ресурсы бюджет нас с вами умеют. Назовите мне хоть одного, скажем так, олигарха, который, российского, да, который бы поднялся на Западе. Нет таких. Их просто, они их там не знают. Они не могут выжить. У нас нет всего Джобсов и Билла Гейтсов, конечно. Да, они не могут там выжить. Ну что ж, Владислав, огромное вам спасибо. У нас в гостях был Владислав Жуковский, старший экономист и кари Комтраст, и советник по экономическим вопросам думской фракции. Фракцию не называем. Секрет. Спасибо вам огромное. А всем радиослушателям хочется пожелать удачи и здравого смысла.